Всем огромный привет, дорогие друзья! Смотрите, я сплела вот такой жгут. Это обыкновенный жгут Ндбиля на 4 бусинки, бисера у меня. И вот такой он разноцветный. Взяла я морские такие цвета, но мне так надо было. Хотя такие жгуты мне больше нравятся в древесных тонах. Сейчас я вам покажу, какие есть варианты в интернете. В общем, я давно заглядывалась на эти жгуты, хотя плетется, конечно, очень просто. Ничего тут придумывать особо не нужно. Хотя, вот когда я начала миксовать вот эти разные оттенки синего и белого, я поняла, что все-таки здесь какая-то система нужна. Например, у меня этот жгут в две нити будет на шее, вот такой как бы чокер и в две нити. Его можно плести в одну нить более толстым, например, на 6 бисера основы. Ну, у меня вот такой тоненький и в две нити. Мне так больше понравилось. И когда будете вот миксовать разные, тут все-таки есть узоры, хотя и небольшие, но надо, чтобы, например, при в две нити, если вы будете плести, нужно периодически смотреть, чтобы вот так вот не сошлось на шее. Вот, видите? Вот. Ну, я старалась, учитывая вот расстояние для карабина у меня здесь. Ну, вроде тут нормально все у меня сошлось, и смотрится это на шее. Но, как сказать, это ненавязчиво, это игриво, молодежно, довольно интересно. Например, куда-нибудь на отдых такое можно забрать, и не жалко замочить как бы и в воде, и в море, как бы вот. Вот, как бы, как бы. Теперь давайте я вам покажу, какие варианты я видела в интернете. Вот, смотрите, мне очень нравится вот такой вариант. Можно какую-то подвесочку подвесить сюда. Но это вот более она крупная, наверное, на 6 бисера. Можно очередовать вот с таким плетением. У меня есть на канале образец такого плетения. В общем, это вот в древесных тонах, очень тоже красиво, гармонично смотрится. Не знаю, чья это работа. Это работа и в пинтерест. Можете найти, зайти, посмотреть тоже. Очень яркие есть варианты. Вот разноцветные. Тоже, если хорошо подобрать оттенки, тоже получится здорово. Кстати, я обратила внимание, что вот бисера уходит совсем немного, и для таких работ очень подойдут всякие остатки. Если вот не знаете, куда одевать остатки, просто подберите по цветам и вот миксуйте. Ну и здесь, конечно, художественный вкус, я считаю, тоже важен. Ну потому что вот что с чем сочетать, в какой последовательности. Вот кажется, это просто набор каких-то цветов, но тем не менее, если присмотреться, вот видите, вот эти моменты, они идут в определенной последовательности. Человек собрал, и это смотрится довольно интересно тоже. Вот еще очень красивая работа. Тут прямо даже в Тринити, вот крупное такое украшение получилось. В древесных тонах очень красиво. Вот если сюда еще включить яркий терракотовый, тоже будет очень красиво. В общем, вот так в интернете можно посмотреть, полюбоваться, взять какие-то моменты на вооружение. Ну, у меня такой простой вариант, но тем не менее, довольно интересный. Он мне понравился. Я его буду носить, это я сделала для себя. Возьму с собой на море. Вот. Теперь, для тех, кто не умеет плести эндебели, я покажу, как это плетется. Это прямое плетение эндебели. У меня, на самом деле, на канале есть целый плейлист с этим плетением. Я вам ссылку оставлю внизу. Можете посмотреть. Ну, и вот, давайте приступим. Ну, плела я на 10-м чешском бисере. Такой демократичный бисер у меня здесь. Для образца возьмем вот два оттенка. Вот эту шахматку покажу немножко. Тоже очень просто. Можно полоски какие-то включить. Видите? Можно вот так одну полоску, такую, другую, такую. Вот у меня и яркие полоски есть. Хотя мне эта часть не очень понравилась, имейте в виду. Как-то вот не очень хорошо сочетается, решила я. Какие-то переходные моменты вот тут есть из разных цветов. В общем, это все на ваш вкус, на ваше усмотрение. И я считаю, все-таки какой-то художественный вкус. Вот в сочетании цветов все-таки он важен при составлении украшений. Так, на чем же я плела? Плела я на нити. Можно ли плести на леске? Я думаю, нет. Если только леска будет тонкая. Например, 0,12 или, может быть, 0,15. Потому что вот этот жгут, он должен быть пластичным, мягким. Иначе это будет стоять колом, я думаю. Поэтому у меня тонкая плетенка здесь. Вот. Взяла прям белый цвет. Его видно. Но, тем не менее, здесь есть белые цвета. Но это вместе смотрится неплохо. Итак, давайте начнем. У меня дальше пойдет видео для тех, кто не умеет плести эндебели. Будем учиться плести этот жгут. Для начала набираем 4 бисера. Вот вы видите, у меня сразу набралось не очень красивый. Вот третий бисер. Второй бисер у меня тонкий. Для чего я спустила? Чех 10. Это не очень ровный бисер, как вы понимаете. А для плетения эндебеля, вот все равно один. Важно, чтобы бисер был ровный. Вот. Старайтесь выбирать ровный бисер. Здесь я никаких узелков, ничего делать не буду. Набрали. Прошли через 2 бисера. Вот что у нас получилось. Проходим через вот эти бисеринки. Вышли на переднюю линию. Набираем 2 бисера. И проходим через эти 2. Вот. И проходим в передний ряд. Вот у нас набралось 3, а нам надо 4. Ну, как нам? Вот я плела на 4 бисера основы. Поэтому я буду показывать то, что у меня. На самом деле можно плести и на нечетное количество бисера. Например, на 5, на 3, на 7. Этого пугаться не нужно. У меня в плейлисте есть плетение эндебели на нечетное количество бисера. Но сейчас я просто покажу, чтобы видео было целостным. Вот так набрали. Сейчас нам нужно сомкнуть в кольцо. Для этого вот так делаем. Вот. И вот сюда. Я специально оставила сейчас нитку, чтобы ее было видно. Вот что у нас получается сейчас. Замыкаем вот так вкруг. Вот и все. Вот у нас основа на 4 бисера. Может быть и на 6 бисера, и на какое количество вы хотите. Сейчас поднимаемся. У меня это эндебели прямое, не закрученное, не крученый шнур. Крученым его плести тоже можно. Но для такого узора, как бы для таких колье, обычно используют вот такой прямой. Теперь набираем каждый раз по 2 бисера. Проходим через 2 вниз. Вот этот набор у нас складывается пополам и ложится вот на эти. Видите, вот так аккуратненько это ложится. Теперь мы по кругу идем вперед и проходим через эти 2 бисера наверх. Нужно хорошенько натягивать, но не до фанатизма, чтобы все-таки шнур был пластичный. Ну, чтобы натяжка вот такая была. Сейчас спускаемся всегда через 2 бисера. Но в данном случае, во втором разе, как бы поднимаемся через 3, потому что мы поднимаемся уже на следующий ряд, уровень. Вот, видите, через 3 вверх пошли. Все, мы сделали еще один ряд, получается. Вот так оно и плетется. Сейчас давайте на другой цвет перейдем для разнообразия. Вот, 2 бисера я набрала. Спускаемся через 2 бисера. Вот, можно подправить. Поднимаемся через 2 в первом случае. Потихоньку вот так переворачиваем. Опять набираем 2 бисера. Спускаемся через 2 бисера. И во втором случае поднимаемся через 3. Вот, мы через 2 спустились и поднимаемся через 3. Это нормально. Вот третий бисер, он у нас тут белый. Видите? Вот так получается во втором разе. Вот что у нас получается. Уже стенка начинает расти. Вот, давайте еще немного все-таки проплетем. И покажу, как идти. Шахматный узор как. Ну, вы, наверное, поняли, это тоже ведь очень просто. Вообще, я поняла, вот в украшениях, чем проще, тем интереснее, что ли. Вот этот узор, он простой. Ну, и получается довольно красиво из-за, ну, может быть, выбора цветов. Это важно здесь, конечно. Поднимаемся во втором разе через 3. Ну, вот так меняем цвета, как хотим. Ну, а теперь давайте, вот, если мы плетем вот эту шахматную часть, набираем мы 1 белый, 1 синий, допустим. Спускаемся через 2. Вот. Поднимаемся через 2. Набираем белый, синий. Спускаемся. Поднимаемся через 3. И в следующем ряду уже набираем наоборот. Вот вышли из белого, значит, набираем синий. Синий-белый теперь набираем наоборот. И у нас получится там шахматка. Ну, вот вы видите, вот тут получается, как бы набор такой разноцветный он пойдет. Просто надо внимательно смотреть. Вот если вышли из белого цвета, значит, сначала набираем синий, потом белый. И получится узор разноцветный. Можно полосками плести, как я уже показывала, но я как-то не очень, мне эта часть понравилась. Поэтому советую в данном случае лучше такой элемент не включать. Ну, поняли, да? Вот такой шахматный узор дальше пойдет. Теперь белый, синий, вот так. И получится такое индебелье. Прямое плетение, не крученое. Ну, и в конце нужно поставить замок. Я заморачиваться не стала, потому что это украшение, ну, несерьезное украшение для меня. Если вы там на продажу хотите что-то, тогда, конечно, лучше подобрать сюда колпачки подходящие, все красиво оформить. Но у меня вот просто, видите, я вставила, сделала бисерную цепочку и поставила туда двойное колечко. И все. Вот так просто у меня. А можно надеть сюда колпачок какой-нибудь красивый. Ну, и в конце, ну, для тех, кто вот ни разу не плел, видите, у нас вот так остается. Как же это вот сомкнуть? Для этого без бисера нужно пройти несколько рядов. Например, вот так спустились, поднялись. Здесь же спустились, через один, поднялись. Вот таким образом нужно их, ну, как, собрать вместе. Потом перешли в эту сторону. Вот это тоже нужно туда-сюда походить. Как бы соединить нужно вот эти стороны. Тогда все нормально. Все вот так вот складывается у нас. Ну, потом я набрала, наверное, тут сколько? Пять бисера. Сделала вот такие петельки с двух сторон. С одной общей вершиной, по-моему. Ну, в общем, тут как хотите. Можете даже одну петельку вот здесь вышли, в противоположном направлении ушли. Можно и так. В общем, вот так можно оформить. И в итоге получилось у меня такое украшение. Игривые, незатейливые. В два ряда. Можно в один ряд сделать. Можно в три. Можно несколько рядов, например, один ряд пошире сделать. На пять бисера, на шесть бисера. Вот. Тоже получится красиво. Все, девочки, на этом я с вами попрощаюсь. Всех благодарю за просмотры. И до следующего видео. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok